Добро пожаловать в Могилевскую область! Что больше всего волнует жителей? Пламенный «Мерседес» в Бавруйском районе горела иномарка. Повреждено лобовое стекло под капотное пространство и салон автомобиля. Кому понадобилась помощь медиков? Шли и в памяти. В городе началась массовая высадка цветов. Планируется в городе все памятники посадить виолой. Какой дедлайн? А также быстрая зарядка, прибыльный мусор и антибактериальный указ. Все автомобили, которые прибывают в Беларусь, будут дезинфицировать, что показал эксперимент. Обратная связь. В Могилевской области прошел единый день приема граждан. Парламентарии посетили все районы Приднепровского края. Члены Совета Республики выслушали просьбы, предложения и жалобы. Максим Кембель знает, что волнует жителей. Услышать проблему людей и помочь их решить. В Могилевской области единый день приема граждан. Парламентарии отправились в регионы. В Глузской местном встрече членов Совета Республики и граждан стал местный райсполком. Прием ведет Сергей Севец. Председатель постоянной комиссии Совета Республики и Национального собрания по государственному строительству. Вопросы разные. Работа правоохранительных органов, жилищно-коммунальное хозяйство, трудоустройство. Посещая ту или иную область, мы бы хотели комплексно и системно посмотреть, насколько четко организована работа с населением, насколько оперативно и эффективно решаются те вопросы, которые волнуют наших граждан. Это такой синергетический эффект. В целом, для того, чтобы понимать ситуацию, которая на местах складывается и, возможно, требует вмешательства на уровне республиканских органов государственного управления, формирующих либо реализующих ту или иную политику. Поездка парламентария в Глузг – это не только прием граждан. Программа насыщенная. После общения с людьми Сергей Севец встречается с активом города и района. Затем открытый урок в местной гимназии. Тема – региональная политика. В качестве слушателей – выпускники. Разговор зашел и о выборе будущей профессии. Было интересно. Затронули какие-то очень важные вопросы. Вопросы развития государства и вопросы участия молодежи в общественной, политической, вообще культурной жизни нашего государства. Стоимость и ассортимент продуктов в магазинах, лекарств, аптеках также в поле зрения парламентария. Речь помимо овощей и фруктов, о мясных, хлебобулочных изделиях, крупах, молочной продукции. Внимание не только цене, но и качеству. Единый день приема граждан охватывает все города области. В Бавруйском райисполкоме жителей выслушала заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания по региональной политике и местному самоуправлению. За несколько часов со своими вопросами пришли 15 человек. Мы считаем, что именно на месте можно решить или разобраться в той или иной ситуации. Завтра будет заседание президиума выездной Совета Республики, на котором будут обсуждаться самые актуальные вопросы, которые сегодня озвучивали граждане. Представители власти постоянно держат руку на пульсе. Личные встречи зарекомендовали себя как эффективный инструмент в работе с проблемами людей в регионах. Все вопросы, которые прозвучали в ходе единого дня приема, возьмут на контроль и по возможности окажутся действия в их решении. Практику личных встреч в регионах продолжат. Дальше парламентарии отправятся в Витебскую область. Посетят все районы. Выслушают предложения, жалобы и просьбы. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Накануне в Бобруйском районе мужчина получил ожоги. Пытался потушить Мерседес. Легковушка загорелась в деревне Бибковщина около часа дня. Хозяин хотел справиться с огнем самостоятельно, но пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Местному жителю оказали первую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Виквидировали данные возгорания с помощью порошкового огнетушителя. В результате пожара повреждено лобовое стекло, подкапотное пространство и салон автомобиля. 42 пожара с начала года и 8 погибших. Это цифры только по Бобруйску. В масштабах страны уже произошло больше 2000 ЧП. Пламя унесло жизни свыше 300 человек. Среди них два ребенка. Мусоросортировочные заводы, опасный сезон и новая цена. В Беларуси с мая поднимутся тарифы на электрозаправках. Почем киловатт? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Все автомобили, которые прибывают в Беларусь, будут дезинфицировать. Указ подписал президент. Документ принят в целях снижения риска ввоза на территорию государства возбудителей опасных инфекций и бактерий. Ранее в стране был проведен эксперимент, и он показал положительный результат. Со следующей недели в стране стартует регистрация на ЦТ. Подать заявление можно на белорусском или русском языках на выбор, в письменной либо электронной форме. Затем абитуриенту нужно лично забрать пропуск не позднее 1 июня. Само испытание начнется 14 числа. В республике за три года построят 16 мусоросортировочных заводов. К 2035 уровень использования твердых коммунальных отходов должен достичь 90%. Планируется также запустить линию по производству РДФ топлива. Из органического мусора будут выпускаться различного вида грунты для пересыпки полигонов, карьеров и зеленого строительства. В Беларуси с мая поднимутся тарифы на электрозаправках. Стоимость услуги увеличится на 6 копеек. Сейчас киловатт на быстрой зарядке обойдется примерно в 39 копеек, а на медленной – в 29. Напомним, с 2014 до этого года станции для зеленых машин в нашей стране были бесплатными. С наступлением тепла начался сезон активности клещей. Переносчики энцефалита и болезни лайма могут стать причиной серьезного вреда для здоровья. Медики советуют по возможности избегать продолжительных прогулок в высокой траве, где чаще всего прячутся насекомые. Следует также выбирать более закрытую одежду и соблюдать меры личной безопасности. Идея должна жить. В Бобруйске прошел финал проекта социальных инициатив. Участники представили на суд организаторов 8 уникальных работ – от клуба любителей книг до информационно-правового центра. К презентации горожане готовились полгода. Проект реализуется под эгидой белорусской и еврейской общины. У тебя есть хорошая идея для того, чтобы развивать общество. Положи в сторонку твой страх и давай закати рукава и, пожалуйста, хорошая почва. И в общине мы видели также в городсполкоме, которые подталкивают и помогают развивать такие красивые проекты. Так почему бы нет? Зачем? Чего бояться? Самый важный – это человек. Самая важная ценность, я думаю, которая есть в Бобруйске – это люди. И мы здесь увидали очень-очень хороших людей, которые готовы развивать. Иногда достаточно одного человека, который сможет развить важную инициативу. Важно, чтобы у него появились его последователи, люди, которые поддерживают эту инициативу. Это уже третий сезон «Твоего района». Первый стартовал еще в 2020-м. Какие инициативы будут жить и принесут пользу обществу, покажет время. Пока же организаторы надеются, что в будущем к проекту присоединятся новые участники и города. Запахло весной. В Бобруйске началась массовая высадка цветов. Первым делом озеленители взялись за виолу. В этом сезоне она представлена в пяти оттенках – от классического фиолетового до благородного цвета марсала. О дарах флоры Карина Гуревич. Площадь Победы – памятный знак в честь бобруйчан, погибших на фронтах и в тылу врага в годы Великой Отечественной. Прямо в центре пятиконечной звезды распускаются виолы. Цветы, больше известные в народе, как анютины глазки, здесь представлены в трех оттенках – фиолетовый, марсала и желтый. Как однотонные, так и с крапинками. На городе у нас задействовано именно по посадке цветников 15 человек. Планируется в городе все памятники посадить виолой – 60 тысяч. Работа вовсю кипит и на углу социалистической. Новыми красками заиграл мемориал воинам-интернационалистам. По бокам композиционного центра, куда примыкают скульптуры изображения шести женских фигур, скорбящих о погибших родных, выросли цветы памяти. Анютины глазки очаровывают людей по всему миру. Им приписывают разные значения. К примеру, французы и англичане считают виолу знаком постоянства, а поляки приносят цветы в дар при разлуке. Для белорусов же это символ любви и верности. В флористическом раю на территории Гектара к высадке готовится еще больше полумиллиона рассады. Всего на новое место жительства отправится 13 видов растений. Цветовая гамма от золотисто-желтого до васильково-голубого. Почва уже подготовлена. Позже на клумбах города уже появится цветочная рассада, такая как бегония, сальвия, гератум, так как это уже теплолюбивые культуры. Новые цветочные композиции в этом году распустились на Минское 50 лет ВЛКСМ, Орджоникидзе, Гоголя, Крылова, Урицкого и Ковзана. Вскором запестрят и другие улицы. Украшать бобру из козеленителей планируют еще как минимум два месяца. Все работы завершатся ко дню освобождения города. Впрочем, аромат весны уже витает в воздухе. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Время обкатать свой байк. В субботу в Бобруйске пройдет массовый велопробег. Маршрут движения «Вечный огонь», Минская, Карбышево, Ледовый дворец. Общая протяженность около 6,5 километров. Сбор участников в 10 часов утра возле братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной при освобождении города. Мероприятие проходит в городе ежегодно, уже стало традиционным. Как весенний период – это открытие велосезона, так и осенью – это закрытие велосезона. Приглашаем всех любителей велодвижения принять участие в данном мероприятии. С каждым годом к акции присоединяются все больше горожан, в том числе руководство Бобруйска, депутаты, представители организаций и предприятий. В 2021-м частью движения стали больше тысячи человек. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok